у нас сегодня не очень хорошая связь и мы пытаемся с вами еще раз и еще раз все-таки выйти на эту связь и все-таки сделать дизайны которые посвятим новогодним ближайшим новогодним праздником так значит все хорошо да вероятно сердечки полетели вероятно нас слышат и так девчат мы все-таки продолжим наш разговор сегодняшний и я уже один вариантик начала и покрыла ноготочек черным гель-лаком до черным гель-лаком номер 0 30 до 30 это черный глянец можно принципе сделать фон черной гелевой краской вот но значит просушив мы с вами возьмем гель-лаки из коллекции гипноз да вот они такие вот красивые наши цвета и поговорим вот о чем мы с этими дизайнами уже делали неоднократно дизайны да и не учитывали одно свойство двух тут замечательных оттенков 397 и 398 номер смысл в чем смысл в том что этот цвета конечно же со светоотражающими частичками но значит эти два оттенка значит с не только со светоотражающим эффектом а еще они работают в принципе как кошачий глаз эту особенность гель-лаков из этого набора девчат заметили еще в прошлом году перед тем новым годом и как бы уже многие мастера как бы делали варианты дизайнов именно учитывая что они у нас идут так именно со с еще и с эффектом кошачьего глаза и сейчас девчат я возьму тоненькую кисточку кисточку например там 5 дробь 0 до 5 дробь 0 обыкновенная кисточка тоненькая наша 5 дробь 0 вот и возьму гель-лаки которые реагируют на магнитик это номер 397 давайте я положу вот так вот гель-лак на стекляшечку и возьму например гель-лак который тоже очень хорошо реагирует на магнитик это номер 398 вот такой вот серебряный с красивым розовым отливом и синий тоже там же тоже такие частички с розовым отливом очень красиво и мы с вами поиграемся с этими двумя гель-лаками и именно будем работать с ними как будто это кошачий глаз и так поехали на просушенный черный фон на просушенный черный фон мы с вами возьмем например и наискосочек наискосочек вот таким вот образом аккуратненько можно по диагонали можно по вертикали не принципиально нанесем например гель-лак номер 398 аккуратненько где-то чуть пошире полосочка где-то чуть поуже и естественно поднесем магнит я магнит просто достала и ребрышка можно немножечко поиграться можно чуть-чуть поразгонять можно просто поднести магнит как вам будет удобно с бликом чтобы было подсушим буквально несколько секундочек теперь возьмем гель-лак номер 397 такой серебряный с розовиночкой так и например сверху оставлю расстояние немножко чтобы был виден черный цвет ничего страшного и вот таким вот образом здесь будет чуть-чуть пошире будет немножечко поуже можно ближе 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 и поднесем отдельно магнит на эту серебряную полосочку и можно повторить еще разочек до очередовать немножко синего немножко серебряного давайте тут вот серебряный тоже добавим просто каждую полоску конечно же можно взять любые гель-лаки которые у нас относятся к кошачьим до кошкиным глазам но мы вспомнили про вот свойства гель-лаков из прошлогодней новогодней коллекции это номера триста девяносто седьмой серебряный и триста девяносто восьмой такой синий так магнитик блик получился у нас может оттянем его немножечко сюда так сейчас секундочку из-под телефона не видно сейчас я чуть-чуть переделаю чуть повыше блэк сделаю я так немножечко буквально этот эффект с магнитиком такие варианты видите я делаю полосочки и по диагонали да с веточками видите такой зимний красивый вариант получается и просто по вертикали подчередовала серебряный синий плюс добавила вот эти веточки замечательно очень прикольно смотрится видно на черном фоне на самом деле на белом тоже будет прикольно смотреться ну кто любитель белого ради бога почему бы и нет потому что вот эти все перламутровые оттенки серебряный и синий очень красиво сочетается и с белым фоном тоже так ну давайте еще раз синюю полосочку чтобы мало не показалось потому что мы сейчас куда-нибудь сюда приделаем наши веточки даст такие золотистые или серебристые или не знаю беленькие наверно больше подойдут я больше с белыми так шире уже это вообще не принципиально на самом деле так пусть бликует так и чтобы прикрепить вот такие красивые зимние веточки нам конечно же важно понимать что мы берем в работу наклеечки если наклеечки то нам конечно же потребуется с вами топ без липкого слоя и в нашем случае это теклас правильно же правильно так давайте возьмем его топ теклас всем известный глянцевый топ без липкого слоя и перекроем нашу поверхность такой простой быстрый вариант правильно же мы говорим же о простом причем цвета могут быть совершенно любыми рассушиваем так ну и теперь много-много веточек много не бывает до таких шармикончиков у меня даже по этому случаю пинцет сразу уже глазами нашла потому что я обычно делаю все это руками ну а сегодня буду делать прям вот прям пинцетом по взрослому причем можно веточки как-нибудь приделать просто вот так например линии у нас будут диагональны а ветки будут прикреплены вертикальны так ну-ка поехали белые будут лучше всего в данном случае так давайте с самого начала поехали дальше такую же ветку хорошо их тут много можно прям до посинения клеить клеить выстраиваем в одну линию так чем не простой дизайн я думаю что справится любой абсолютно мастер не надо даже быть там семи пядей во лбу дизайн для того кто вообще 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 никогда не рисует так конечно же надо хорошенечко погладить разгладить хорошо бы без ворсовой салфеточкой да и лишнее лишнее конечно же обрезать да вот здесь вот аккуратненько лишнее так ну и после этого конечно же перекрыть топом можно перекрыть ультрашайном ну я не вижу смысла перекрывать топом с какими-нибудь блесточками до прошлые фирмы проводили брали все топы которые у нас есть именно с мерцанием до серебряным и золотистым и так далее просто здесь и так в принципе блестит гель-лак поэтому считаю что с лишней будет топ с блесточками обыкновенный тот же ультрашайн или тот же теклас или у любой другой которым вы работаете топ и просто закрываем закрываем и просушиваем несмотря на то что сегодня у нас опять проблемы были с интернетом и в принципе запустились работаем да через две минуты дизайн готов так обязательно перекрываем девчат топом глянцевым матовым ну матовым я например я не вижу смысла но есть же любители ради бога почему бы и нет так и добавим этот вариант сейчас вот сюда третьем и добавим вот сюда вы может быть кто-то скриншот сделаете посочетайте в любом цвете на самом деле можно и на три на красном фоне взять например какой-то красный фон полоски тоже подчередовать серебро с золотом и добавить какую-нибудь белую красивую либо нарисовать от руки просто снежинки тоже прикольно будет смотреться самое главное вот этот вот фон до который мы видим на заднем плане чем проще тем лучше написала ольга я с ней полностью согласна а все остальные ногти могут покрыты любым цветом которые с вами с вами задействовали да так давайте вот сюда и вот смотрите получается у нас раз два три видите вот одно и одно по одному и можно просто по-разному расположить вот такой вот вариант гель-лаки с эффектом кошачьего глаза так значит здравствуйте наталья самый лучший ой спасибо оля с наступающим новым годом безразличная фантазия для нас спасибо за ваш труд очень красиво теперь знаю какие девчат спасибо вам за просто спасибо вам за то что вы просто как бы свое драгоценное время тратите и смотрите хотя с другой стороны не знаю прикольно скрин сделали я просто сама такая что вот сажусь готовиться и думаю господи где что потому что настолько уже много всего придумано нужно просто взять и воспользоваться поэтому стараюсь смотреть на старые варианты не повторяться но и в то же время а ведь атрибутика не меняется те же ветки те же снежинки те же цвета и так далее то есть как бы ничего просто как-то по-другому расположил где-то сверху где-то сбоку где-то снизу и так это очень просто это справится абсолютно любой мастер так давайте теперь вот сюда посмотрим ой замечательно вот александра вместе с нами делает здравствуйте так теперь брошки с голубым камнем да вот этот вот вариант евгения спросила мы сейчас и миха и сделаем на самом деле как бы тоже очень простой вариант можно как бы опять же видите вот нижнюю часть допустим более светлую сделать да чем верхнюю можно сделать среднюю часть светлую да по бокам закрыть более темным цветом кстати чисто знаете такой зрительно эффект таких очень узеньких таких пальчиков маленьких тоненьких ноготочков да если например пальчики широкие ноготочки широкие когда по бокам затемняем естественно выделяется только серединой кажется что ноготочек даже длиннее чем есть на самом деле значит сделаем вот такой вот да вариант на самом деле мне вот это тоже прикольно нравится этот голубой камушек вообще просто супер-купер так вот смотрите давайте сейчас вот эти два уберу потому что они немножечко не в тему здесь вот они видно вот варианты дизайна такие конструкторы которые не нужно будет ничего особо особого там с примечательного делать итак начнем да давайте например вот такой вариант попробуем значит верхняя часть ноготочка это гель-лак номер 30 до черный глянец либо черная гелевая краска либо любой другой темный какой больше нравится можно из темно-синим наверное посочетать тоже будет забавно смотреться и так просто покрываем даже особо можете не мучиться чтобы границу да сильно там ровно не выдержать не вы не вы как сказать господи границу сильно ровно не стараться сделать потому что мы потом сюда все равно какую-нибудь полосочку наклеим и все будет замечательно так просушивая теперь берем гель-лак который вот с эффектом кошачьего глаза из коллекции гипноз да прошлогодняя новогодняя 397 номер он с эффектом кошачьего глаза получается так сейчас подсушили верхушку теперь делаем нижнюю часть ноготочка как будто на камуфлирующую базу я умышленно не делаю никакого темной подложки под под фон она тут в принципе совершенно не нужна потому что гель-лаки ложатся очень плотным слоем и мне наоборот надо чтобы низ был более светлым и так получается стык в стык аккуратненько сильно толсто жирно не надо потому что гель-лак ложится в принципе очень плотно даже несмотря на то что слой очень тонкий так вот сочетаем и поиграемся с магнитом можно просто ребрышком поднести магнитик девчат еще раз повторю я ее разобрал этот магнит мне нужно просто понять вот так аккуратненько я так чуть-чуть с этой стороны посмотрим как вот так с этой стороны тоже интересно получается блесточки такие все ух в строй выстроились видите светится прикольно красиво так с нами здороваются продолжают просушиваем так теперь возьмем пластинку которая новогодняя и по большому счету может подойти абсолютно любой какой-нибудь новогодний да любая новогодняя тема можно снежиночки взять можно вот шариками взять тут вот какие-то конфетки бараночки тут коньки снеговики такой тоже вариант прикольный колокольчик носочки ну на самом деле множество такие вот разные прикольные давайте с помощью черного лака для стемпинга быстренько отпечатаем это дело взяла подушечку так и черная лаковая красочка пойдет у нас в ход так что отпечатаем давайте вот такой вот вообще-то у меня шариками есть давайте какой-нибудь другой отпечатаю давайте вот такой например вариант или вот такой давайте вот такой давайте прям как будто вы мне хором говорите давайте так чем чем убрать лишнее мне нужно срочно какая-нибудь ага все пластиковая карточка у меня тут есть так и жидкость жидкость для снятия гель-лака который очень хорошо вытирает да любую пластинку карточку и так далее так давайте какие-то тут вот конфетки бараночки черная лаковая красочка так убираем все лишнее и легкий накат вообще практически от слова не давим совсем так набрали проверили я чуть поближе к себе поднесла хочется не знаю то ли поярче то ли что сейчас посмотрим да я наверное все таки еще раз перенаберу девчат заложка вас не очень очень мне неудобно под телефоном но ничего страшного повторим сейчас еще разочек еще раз придется вытереть может быть и надо было сразу пластинку вытереть подготовить да к работе так она высыхает все с помощью скотча девчат очистила по-быстренькому так и еще разочек и еще разочек и еще разочек так света побольше света заходи о все теперь все у нас получится замечательно взяла другой лачок он пожиже так убираем все лишнее под углом 45 градусов легкий накат ну все совсем другое дело все четко получилось так отпечатываем на светлый фон и даже если отпечатается на черный ничего страшного потому как будет все равно ничего не видно так и вот смотрите как прикольно переливается прям подсвечивается так забавно смотрится вообще так чудесно теперь что же это за загадочный камушек голубого цвета обратили внимание да красиво блин смотрится мне тоже очень сильно понравилось смотрите вот они нелкруст 5d вот это вот мерцание номер двенадцатый в прошлом году тоже были такие похожие так и были там как снежиночки а тут вообще супер-пупер вот они так красиво переливаются и мне вот очень понравилось вот эти особенно верхний ряд вот мне кажется прям вообще прям сто процентов удачно и вот голубой камень как раз таки находится вот здесь видите вы его так мы берем конечно же у меня есть разрезанный сейчас возьму есть уже резаная разрезаная так у нас должна быть где-то мокрая салфеточка вот она есть ну давайте сюда добавим так вырезаем вырезаем давайте вот он давайте вот отсюда конечно сейчас мы лишнее вот это вот вокруг прям подробно мы конечно вырезать не будем но и тем не менее вот так аккуратненько вот мы все взяли с вами так и конечно же готовим поверхность правильно же девчата правильно значит что хочу сказать значит мне хочется вот во-первых границу отделить ну а для границы что может взять можно взять кто-нибудь полосочку правильно же какую-нибудь полосочку сейчас девчат возьмем буквально какую-нибудь тоненькую небольшую маленькую чисто отделить две зоны между собой возьмем какую нибудь золотую можно взять серебряную можно взять белую можно взять любую какая есть под руками вообще по большому счету нужно было бы прикрепить ее, конечно же, на топ без липкого слоя. На топ без липкого слоя просушиваете. Просто сейчас, чтобы сэкономить время, прикреплю так на типс, а вообще, по большому счету, на топ текласс. Так, все лишнее убираем тоненькими ножничками, обрезаем. Следите, чтобы шермиконы, наклейки, которыми вы пользовались, никогда не выглядывали за пределы ногтевой пластины, чтобы потом они там не поднимались. Мы не приклеиваем шермиконы на липкий слой, мы стараемся приклеивать их на топ без липкого слоя, потому что они могут подняться. То есть, вы топом покроете, начинаете сушить, они просто поднимаются. Вот, все, приклеили на топ без липкого слоя. И теперь, конечно же, слайдер мы прикрепляем, а это у нас слайдер, да, несмотря на то, что это вот с таким красивым голубым камешком, мы прикрепляем, девчат, на слайдер топ. Если слайдер топа нету, можно воспользоваться базой, да, можно на базу посадить такую объемную картинку. Итак, значит, ну, я по центру буду, поэтому я вот сюда вот нанесу слайдер топ и вообще, по большому счету, тонким-тонким слоем протяну по всей поверхности, чтобы толщина ногтевой пластины была одинаковая, правильно, по всей поверхности ногтевой пластины. Но, знаете, если, например, вы покроете слайдер топом тонким слоем только то место, куда вы хотите прикрепить слайдер, на самом деле никакой ошибки в этом не будет. Абсолютно. Просушиваю 10-15 секунд и после этого прикрепляем. Значит, можно вспомнить еще про эмпасту, да, белого цвета. Можно будет потом добавить несколько точечек белой эмпасты, например, девчат. Секундочку я. Оп, белая эмпаста, да, уже потом, когда закроем много точек, белая эмпаста всегда добавляет очень такую свежесть к дизайну. И мы сейчас с вами просушили 10-15 секунд. Обо всем по порядку, да? И пристраиваем сюда наш слайдер с камушками. Вот таким образом. На черном цвете этот голубой камень очень прикольно смотрится. Вот. И по большому счету можно посочетать с любыми же, конечно же, цветами. Так. А пока все, прикрепили слайдер к поверхности. Мне вот, знаете, как бы немножко не хватает. И вот как раз-таки сюда вот потом можно будет белой эмпасты немножечко доделать, да, вот если захочется. Мне вот прям вот руки чешутся. Как будто бы доделать. Потому что тут есть, конечно, продолжение рисунка у слайдера. Но вот на этом светлом фоне, на серебряном, получается, немножко теряется. На черном видно хорошо. И голубой камень смотрится прям в тему. Так. Прикрепили. Просушили в лампе, естественно. Просушили. Обязательно, девчат, любой слайдер, конечно же, нужно обработать ультрабондом или праймером. Значит, жидкость, которая грунтует натуральную пластину, которая служит для сцепления, для хорошего сцепления. Они, как правило, ультрабонд наносят примерно на одну третью часть ногтевой пластины для хорошего сцепления с базой. Вот. Значит, ультрабондом мы обрабатываем с вами слайдер. Пленочка растворяется под воздействием, да, остаются только камушки. Высыхает на воздухе одну-две минутки. И после этого мы будем закрывать с вами топом. Значит, ну, я считаю, что царь-ноготь практически готов. Единственное, что мы сейчас перекроем. Перекроем. Конечно же, нужно будет здесь, где у нас непосредственно слайдер, да, такой объемный, участвует в дизайне. Конечно, излишки топа нужно будет снять какой-нибудь чистой кисточкой. А пока я просто пропитываю вот так аккуратненько, тонким-тонким-тонким слоем. Все лишнее убираем. Так, и какой-нибудь сейчас чистой кисточкой. Ну, вот у меня тут под руками овальчики есть чистенький. Видите, аккуратно раз и убираем вот это все лишнее. Вытираем салфеточкой. Сейчас, секундочку, кисточку. Так, убираем все лишнее. Имеется в виду излишки топа вот именно вот с области, где у меня вот эти вот объемные камушки. Все, убрали все лишнее. После этого просушиваем, просушиваем. И давайте с помощью тонкой кисточки и белой импасточки, где наша белая импаста, да, белый рафинад, доставим буквально там несколько маленьких таких точечек, которых особо вас ни к чему обязывать не будут, но будет на самом деле намного красивее, или красивее, или красивее, ну, кому как больше нравится. Цвет бомбический какой-то, так красиво переливается. Так, аккуратненько, несколько. Как в продолжение, знаете, как бы темы. Так, и сюда, и сюда. Так, аккуратно, аккуратненько, чуть-чуть, еле-еле касаясь кисточкой. Так, ну, и знаете, кому, как можно, допустим, добавить несколько точечек вот сюда вниз, несколько точечек вот сюда наверх. Чтобы дизайн был, знаете, как бы не за полтинничек, а хотя бы рублей за 70, да. Купить картинку за 150 рублей, и тут же 150 рублей добавить в дизайн. Так, у нас, получается, видите, сделали акцент. Понятно, что на каждом пальце этого делать совершенно ни к чему, правильно же? Вот, а на одном пальчике прикольно. Причем это можно посочетать, смотрите, как красиво, блин, и розовый цвет виден, да, и серебряный. Вообще-то так здорово. Значит, сам себя не похвалишь, что еще похвалит, правильно же? Вот, красиво так ставится. Вот, и получается у нас сегодня так плохо, что у нас сегодня несколько раз выкинуло из прямого эфира. Вот, ну, и тем не менее успели что-то сделать. Правильно же, девчат? Да, правильно. Смотрите. Можно по центру, да, сделать. Я могу сейчас просто начать, не закончить, но тем не менее будет очень прикольно. Опять же, 397 номер. Видите, красивый гельмак, который входит в набор. Вандер, гипноз. И вот, например, просто по центру. Ногтевой пластины. Вот, по центру. Слой тоненький, в один слой, ложится плотно. И магнитик, да, подносим. Посмотрите, как прикольно он переливается. В прошлом году, когда я делала дизайны, вот, именно с гель-лаками из этого набора. У меня магнит упал. Сейчас, я секунду. На самом деле, не сразу все узнали, мастера, что гель-лаки с таким эффектом кошачьего глаза, да. Вот. И, смотрите, так прикольно. Раз, они все розовые стали. Все перевернулись и розовые. Вот. И потом уже, когда уже делали множество дизайнов с этими гель-лаками, потом выяснилось, что у них есть эффект кошачьего глаза. Нет, не у всех. Их шесть цветов на воре, да. Не у всех, конечно же. Вот. И вот сейчас я воспользовалась именно этими свойствами, да. Красиво получается под воздействием магнитика. Очень кайфово смотрится. Так, нам никто не пишет никаких комментариев. Просто я все время переживаю, чтобы нас было слышно и видно. Так, ну давайте еще разочек какую-нибудь возьмем. Даже просто со снежинками. Сейчас я вытру пластинку. О! Сразу раз так это самое, ну, оживилось немножко. То ощущение, что дело к завершению, уже нас никто не слышит. Так, давайте сейчас возьму пластинку. Так, и, например, просто снежинки. Просто снежинки. Лак для стемпинга. Убираем все лишнее. Легкий накат на подушечку от слова совсем, как будто не прикасаетесь. Еле-еле дотрагивайтесь. Вот они все снежинки. И получается аккуратненько. Я немножко скептически, кстати, относилась к снежинкам черного цвета. Но когда они, вот знаете, смотря опять же, вот где, правильно? Так, 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 сейчас я вот сюда доставлю, чтобы еще раз не набирать. Так, все, отпечатали. Скептически относилась к черному цвету, как бы, ну, к рисунку. Покрыть ее не скептически, я обожаю черный цвет, особенно черный френч. Вот. А когда вот стала сочетать вот именно вот с этим красивым серебряным цветом, еще раз повторю, что это номер 397. 397 гирлак. Ну, вы же понимаете, в любом случае все мастер-классы это своего рода, да, какое-то. Хвастание, какой есть товар у нас там и так далее. Почему бы и нет, да? Почему бы не похвастаться, если есть что-то такое путевое. И, например, мы с вами оставляем только часть ноготочка. Оставляем, закрываем. Почти ровно. Сейчас вот, когда смотрю через экран телефона, вроде бы нормально, да. Как только из-под экрана убираю, кажется, о боже, почему же так криво-то. Так, ну пусть будет вот так. Просушиваем. Просушиваем. Вот, теперь погранично, погранично. Можно добавить, я добавляла, кстати, спайдергель черного цвета и пигментик серебряный втирала. Видите, такие ниточки вот тут просматриваются. Черный спайдергель, сушила 30 секунд, втирала пигментик. Естественно, перекрывала предварительный фон топом без липкого слоя, правильно же? А мы давайте сейчас такой финт ушами сделаем, для того, чтобы побыстрее немножко, буквально, закончить дизайн за две минутки. Итак, это у меня топ Теклас, топ без липкого слоя, просушила. Добавлю шермикон, золотые линии. У меня тут как раз один тоненький остался. Прикольно будет. Можно спайдер намотать, да? Может, у кого-то есть погранично. 30 секунд просушили, приклеили или спайдергель нанесли. Сейчас, секундочку, вот четко по границе. Отделили. Разделили на зоны, да? На отдельные. Ой, тороплюсь и теперь начала прям нервничать. Все отделили. Ну, наверное, сюда бы, может быть, больше подошел бы серебряный цвет, правильно? Или тоненький беленький цвет. Ну, под руками была вот золотая, полосочка взяла золотую. Так. И очень красиво. И очень красиво, опять же, добавить, возвращаюсь к шермикончику, господи, простите, к слайдерам. Вот эти вот варианты очень тоже классно смотрятся. Вот эта вот звезда, видите? Вот эта вот звезда. Сейчас я ее вырежу отсюда. Так. Это, которая у нас получается... Вот, сейчас напомню вам еще раз, кто, может, к нам чуть позже подключился. Ну, вот, хотела быстро найти. Ага, вот они. Нелкрус номер 5D, видите? Вот они. Мерцание номер 12. Кайфушно смотрится. Прям для любителей дорого-богато, чтобы было. Все. Мокрая салфетка. Можно еще какую-нибудь маленькую вырезать. которая хорошо будет видна. Даже если будет не видно, все равно будет красиво. Так, все, большую и маленькую. Слайдер топ. Слайдер топ. Нанесу тонким слоем на всю поверхность. Просто поверхность выровняем. Просушили 10-15 секундочек. Пристроили слайдер на поверхность. Куда-нибудь сбоку. С одной стороны. Так, есть. Прям императорский, я бы сказала, какой-то прям новый. Пристроили. Подсушили. Пока подсушиваем. Я подняла глаза. Так, все хорошо, все супер. Так, и вот у нас тут Виолетта. Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Первые две типсы проговорите, как сделали, пожалуйста. Виолетта, если вы нас еще видите, слышите. Вот я делала просто первый вариант, вот такой, самый простой. Черный фон просушила, и потом отдельными полосками наносила гель-лаки с эффектом кошачьего глаза. То есть, нарисовала полосочку, можно по диагонали, либо вертикально, да, поднесла магнитик. Нарисовала следующую, поднесла магнитик. Видите, получается, либо по диагонали, либо по вертикали. Может быть, вы попробуете как-то по горизонтали нанести эти полоски. Просто каждую полоску просушивала в отдельности. Дальше на топ Текласс, на топ без липкого слоя, приклеила шермиконы. Это вот такие вот красивые зимние веточки. Видно? Вот такие вот прикольные. И после этого закрыла топом. То есть, тут все очень просто, без всяких проблем. Успела с вами так. И, девчат, ноготь дорого-богат. Смотрите, с мерцанием с таким очень красивым получается. Вот. И закрываем топом, конечно же. Закрываем топом. Девчат, любым топом, которым вы работаете, непринципиально важно. Важно убрать излишки с объемных слайдеров, да. Излишки топа, имеется в виду. Важно нанести, распределить тонким слоем. Убираем все лишнее. Кисточка какой-нибудь чистенькой. Ну, вот, либо овальная кисточка, либо кисточка для градиента. Можно взять только чистенькую. Вот, излишки топа именно с камушком. Вот, убираю, убираю и салфеточкой вытираю. У кого салфеточки под руками нет, можно прямо... Все, убрали. Убрали. И теперь просушиваем в лампе. Просушиваем в лампе. Ну, все, по большому счету, возвращаю типсы на экран, девчат. Сегодня все-таки, господи, слава богу, мы все-таки с вами сделали какие-то варианты, да, несмотря на то, что у нас были проблемы со связью. Очень хочется быть, как всегда, для вас полезной. Вот, и в работе использовала гель-лак 398-й. Вот так вот сделаю, да. И гель-лак использовала 397-й. Гель-лак из коллекции Вандер Гипноз. И эти два цвета имеют такой кошачий эффект. И можно как бы с помощью, например, магнитика, да, добиваться очень красиво такого перелива блесточек. Вот. И, девчат, дизайны. Дизайны. Оп, оп. Вот так вот, может быть, как раз-таки скриншот будет удобно сделать, да? И вариант, который мы сделали сейчас, мы вот так вот в отдельности его сейчас поставим. Вот тут еще парочку делала. Тоже именно брала эти гель-лаки в основу. Может, кому-то пригодится. Вот видите, тоже верхняя часть, только отпечатана на белом гель-лаком. Вот. Девчат, большое вам спасибо за ваше все-таки внимание. За то, что все-таки, несмотря на то, что нас вот несколько раз выгинуло с прямого эфира, значит, вы все-таки набрались терпения, дослушали, досмотрели нас. Вот. Так, шестой тип со стемпингом. Питон. Да. Да, питон здесь присутствует. Да, питон присутствует. Просто пробовала разные варианты. Ну, тема же все-таки новогодняя, да? Все-таки, ну, как бы я, ну, как бы в пользу новогодней, да? Все-таки тематики выбрала, допустим, фон. Ну, кстати, на самом деле, вы можете взять абсолютно любую, правильно же, пластину. Возьмите пятна леопарда поставьте. Возьмите там какую-нибудь чешую поставьте. Возьмите какие-нибудь ветки зимние. Вензеля будет прикольно смотреться. На самом деле, как бы, можно любой вариант взять. Ну, а мне нужно было, конечно же, все-таки новогодней тему проследить. Поэтому я вот взяла что-то новогоднее. Девчат, спасибо вам огромное за ваше внимание. За то, что вы все-таки потерпели нас и посмотрели. Вот. Надеюсь, что в следующий четверг мы увидимся. Как всегда, надеюсь, что проблем со связью не будет. Ну, и понятно, что не нужно делать этого всего на всех пальцах. Я каждый раз, мне когда начинают, допустим, критиковать в прямом эфире, знаете, как бы, ну, зачем? Это наляписто, не наляписто. Кому-то нравится, не нравится. Да и разные клиенты есть. Кому-то нравится, кому-то не нравится, правильно? А мастер, он должен удовлетворить любое желание любого клиента. Вот. И предложить, например, взять какой-то праздник хотя бы на одном ноготочке. Спасибо вам за ваше внимание. Всем удачи, девчат. Всем побольше денежных клиентов. Ну, и вдохновление, конечно. Может быть, вы нам что-то будете подсказывать. Пишите какие-то варианты, что с чем посоединять, что с чем посовмещать. Может быть, как раз-таки мы тоже прислушаемся к вам. Всем до свидания. Всем спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok